Дорогие друзья! В принципе, не имеют денег, может быть. Может быть, так кажется. Может быть, именно поэтому снимают такие ролики. Я соскучился по времени МТВ, когда у нас были ролики абсолютно простые, снятые на любительские камеры, как, например, чугунный скороход. Надоели эти люди с деньгами! Надоели люди с деньгами, которые снимают себе нереальные ролики. Дмитрий зря расстраивается. Сейчас многие таких людей снимают. Я не знаю, о чем сейчас будут говорить. Все будут говорить об этом локейшене, который выбрали. Камеры, кстати, с той стороны, ребят. Где снимать? Больше снимать, что ли, нет? Понимаешь, у нас обычные камеры, можно снять такое видео, а не просто на фоне двух больших башей. Согласен, но я все равно соскучился! Можно я скажу? На самом деле, я так и не понял, почему тринадцатый злобный зритель так радовался и танцевал. Друзья мои, это клон Бандераса Мэдден Бутова. Ребята, я объясню. Не думайте, они все зомби, не думайте об этом. Бескусно одеты, правда. Бескусно. Вообще, над локейшеном не запаривались. Вышли на Тараса Шевченко на набережную. Хоп, крокус шить. Сергей, Сергей, ты не соскучился по этому? А то, что вы что, приезжали мимо, то и снимали. Да не обижайтесь вы. Вам нужно либо уходить из профессии, либо кардинально меняться, потому что в таком случае вы никогда не станете королями тусовок. Подумайте над этим. Анна Николаевна. И опять вот мое мнение. Студия, которая в центре Москвы находится, пришли у нас. Айра, дай слово. Алексей, прошу. А можно говорить? Тут микрофон. Я хочу сказать, я поставил смайлик желтенький. И действительно, вы молодцы. Это ваше начало, я не знаю. Которое, в общем-то, не в теме, казалось бы. Но то, что я увидела сейчас, это жизнь не только Москвы. Это жизнь действительно и ночная, порой и дневная, и вечерняя всех городов нашей России. А как бывает часто утренние, Анна Николаевна? И так как, подожди. И так как я вижу, что молодежи это понравилось, и они даже пританцовывали, я не могла подвести молодежь, и я проголосовала за. Хорошо. Ребят, вот бытует мнение, клип сознательно был низкобюджетный? Или у вас просто экономили средства на следующие проекты? Да, средств особо-то и не было, поэтому, на самом деле... В общем, видео такое натуральное. Ну, бегали вы там по стройке, бегали вы там по Южному Бутову, по Бибереву, не важно, ну, тусуетесь там, вы там звезды. Ну, зря вы сюда пришли, зря. Что вы к нам? Студия, которая в центре Москвы находится, пришли у нас в Красной площади. Алексей, прошу. А можно говорить? Тут микрофон. Я хочу сказать, я поставил смайлик желтенький, и действительно, вы молодцы. Это ваше начало, я не знаю, я первый раз вас вижу. Но, на самом деле, это хорошо. Хотя есть перекличка, да, с Бандерасом, там, или еще с кем-то, вообще с мировыми какими-то там... У меня вопрос, можно перебью, извини, пожалуйста. А вот, а кто по образованию, просто интересно вообще, чем живут люди? Учитель, шахтер, врач. Почему они так размышляют? Юрист. Юрист? А вот вы, молодой человек, вот слева как раз, он очень похож на ботана. Который вот так делал в кадре. Вот, знаете, ботан и читать, это очень как-то симметично. Это из очков, вам показалось, Дмитрий. А эти нет, это смотрится. Сейчас модно такие очки. Ботан, ну, ботанец, чувак. Ботанец, ботанец. Смотри, ты ботанец. Да, действительно, я ботанец, выращиваю чаи, я ботанец, выращиваю чаи различных сортов, как бы... Ну, это заученный ответ, вы скажите вот так что-то. Ольга, прошу, очередной диагноз от вас мы ждем. Ольга Маховская. На этот раз картина... Дорогие друзья, на этот раз картина абсолютно в пределах нормы, и это, наверное, оказалось скучным. Раздражало то, что парни и девушка из предместия изображают себя американцев где-то на улицах в Токио. Это очень бросается в глаза. Мне... Я абсолютно согласна, что у некоторых из вас большой потенциал. Мне кажется, что вам нужно разгруппироваться. Я еще понимаю, как эта эротическая девушка и этот интеллектуальный юноша могут сочетаться и выдать новую интонацию. Кулбей, бэйби, о, кого вы имеете в виду интеллектуальных, ребят? Вот по бокам, эффект края, да. Спасибо. Обратите на это внимание. Алексей, давайте завершать эту... Да, единственное, просто хотел узнать, как много ушло времени на написание всего замечательного сценария этого клипа. Он меня... Я уверен, что не очень много, может быть, даже меньше, чем на самую песню. Тогда зачем было делать этот клип? Он меня раздражает, честно скажу. Вот такой разломный зритель! Еще по поводу ночной жизни. Если бы у нас в Москве вот молодежь именно такой жизнью была, это было бы очень плохо. Так никто не живет. Спасибо большое за ваше мнение, друзья. Давайте к залу обратимся. Вы видели клип, который мне не нужен, Лена МТВ, аргументируйте. Если хотите снять хороший клип, лучше скопите деньги и придумайте сценарий, снимите хороший клип. Клип расстройки. Обратимся к вам обязательно за поводу. Хорошо, прошу. Вы знаете, мне кажется, что вот это вот видео, это вот как мы с друзьями собираемся в клубы, кто-то достал телефон, и вот у нас потом примерно такое же получается. Но у вас очень большой потенциал, особенно вокал девушки. Вот у меня песня осталась в голове, песню я буду напевать. Видео я больше не посмотрю никогда, потому что видео, потому что это настоящее... Ну напой, давай напой сейчас, вот прямо сейчас напой, раз ты вот можно петь. Нет, у меня проблемы с голосом, все это очень сильные. Ну вот, начинается проблема с голосом. Ну хотя бы слова, ладно, хотя бы... Вот и все. Хотя бы слова давай. Попал его. Ребята, второй раз я эту песню буду на МТВ сейчас, давай. Я петь не буду, с вашего позволения, точно, но... А про паррушка споет? Нет, нет, позволения. Мне кажется, что он против вас работает просто, этот человек, а у вас отлично... Ребята, его уже уволили, видите, осталось трое из пяти. Молодой человек. Ну вот, на самом деле, мне понравилась очень вокалистка. А клип говно, ребят, вы говно, на самом деле. Вообще ни о чем, просто, серьезно. Большое спасибо. Прежде чем мы ненадолго с вами простимся, вам нужно выбрать одного из этих прекрасных, надеюсь, может, кому-то даже вам полюбившихся людей. Я за девушку сразу. За какую сразу? Я поддерживаю. Однозначно. Какую за какую девушку? Вот за эту самую? За кудряшку, кудряшки такие. Как зовут вас, кудряшка? Ангелина. Как? Ангелина. Ну что ж, мы вас поздравляем. Вы заметили, что на нашей передаче. Я напоминаю, что первое дебютное видео группы Fiesta Family получило три голоса за и девять голосов против. Большое спасибо. Ну что ж, а после рекламы еще одно видео. Певица Мария. И ее видео «Трудно быть молодым». Это 13-й злобных зрителей. Впереди самое интересное. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Друзья, друзья, дорогие зрители, MTV у нас кульминация. В игру вступает 13-й злобный зритель. Итак, мы уже посмотрели и обсудили три клипа. И сейчас... Вот это вот, которое... Fiesta Family. Да, сложно запомнить. Я сказал то, что... Ну, то, что они не очень, да. Но я на самом деле поставил бы их на второе место, а не на третье. Потому что у них есть потенциал в будущем. Потому что они... Вы прямо как Ольга Маховская поменяли мнение. Как вы на молодежь воздействуете? Так, еще мнение. Кто? Я тоже солидарна с его мнением. Потому что вот у этой группы есть какой-то потенциал. И есть какой-то мотив в песне приятный. А вот... Ну, в общем, не буду больше говорить. Понятно. Так, еще кто-то может сказать? Fiesta на второе место и без комментариев. Хорошо. Принципиально другие мнения есть? Нет, я полностью согласен с мнением нашего уважаемого жюри. Потому что первое место диджей-грув это, ну, не очень песня, но талантливый человек. А второе место это талантливый клип без понтовой песни. И третье место это... Я не буду говорить. А я хочу сказать то, что я бы тоже поставила Five Star Family на второе место. Потому что хотя бы из солидарности я понимаю их. Я тоже занимаюсь музыкой, молодой музыкант. И поэтому я бы их поставила на второе место. Спасибо. Понятно. А что добавить хотели? Ну, я хотела сказать по поводу Марии. Мне кажется, что Мария сняла с режиссером свой клип исключительно, потому что не дают покоя Лавры и Тимура Бекмамбетова. Стремятся в Голливуд по тем же следам. Ариша. Пусть у них даже нету. Опыт отличная, как мой коллега сказал, попсовая песня с попсовым клипом. И ребята, да, действительно, молодцы. Я имею в виду Five Star Family. Есть куда стрейфера покинет горячую ротацию MTV. Если вы не хотите видеть клип диджея Грува, ты не со мной, нажимайте циферку 1. Если вы не хотите видеть так часто коллектив Five Star Family и их ночной город, жмите циферку 2. И если вас не убедили в видеомузыкальной попытке певицы Марии, ее видео «Трудно быть молодым», нажимайте цифру 3. Итак, против диджея Грува 1, против Five Star Family 2, против Марии 3. Итак, вот он результат на экране, друзья. 24 голоса против видео Марии. Ну что ж, таким образом меняется расклад в нашем фитбараде. Певица Мария покидает о сегодняшнюю борьбу и уходит с горячей от MTV. На второе место перемещается коллектив Five Star Family. Мы вас поздравляем. Спасибо, ребята, спасибо. Диджея Грува уверенно сохраняет свою позицию на первом месте. Мария, вы услышали мнение экспертов, увидели мнение зала. Прошу. Кул Би из Five Star Family. Вы заняли с вами второе почетное место после диджея Грува. Не так плохо. Что скажете? Спасибо ребятам, потому что вся критика, которая сегодня прозвучала, она, безусловно, нам на пользу. Вы еще передачку пересмотрите. Мы действительно будем стараться, да, работать над собой, над музыкой, чтобы, действительно, мы работаем для вас и, соответственно, будем стараться, чтобы та музыка, которую мы будем делать, да, она была близка вам. Так что спасибо всем. Спасибо и удачи вам тоже, Евгений. Я хочу сказать огромное спасибо всем и каждому, кто говорил сегодня о клипе. Хочу сказать огромное спасибо всем. Ну что, дорогие друзья, большое спасибо исполнителям. Спасибо вам за то, что прийти в свои клипы. Я надеюсь, что все вы рано или поздно окажутся на MTV горячей ротации. Благодарю вас за вашу работу. Спасибо вам большое, эксперты. Ваши мнения были нам очень интересны, очень важны. Спасибо вам, дорогие друзья. Напоминаю, что все это делается для вас и ради вас. Ну что ж, каждую неделю на MTV трансзлобные зрители у нас меняются креперцы, исполнители, меняются злобные зрители, но сохраняются старые добрые злобные эмоции. Увидимся через неделю. Меня зовут Таир. Это MTV Брива Медлина Мукридрана. Спасибо, пока. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok